Детективы, фантастика, научно-популярная литература, поэзия, это и многое другое могли отыскать брещани на книжной ярмарке. Порядка ста книг удалось собрать благодаря инициативе организаторов мероприятия, разместивших анонс о встрече на разных интернет-сайтах. Подобная ярмарка имела место быть в прошлом году, ее итог стал стимулом для проведения в нынешнем. Любители литературы, поддержавшие идею фримаркета, принесли с собой книгу из личной библиотеки и нашли для себя альтернативу, руководствуясь собственными предпочтениями. Книжная ярмарка подразумевала экологическую направленность, а еще она задумывалась как способ привлечь внимание молодежи к чтению книг. Мы хотим популяризировать книги и чтение, потому что молодежь начинает меньше читать. И тут также преследуется социальная цель, чтобы люди общались между собой, находили новые какие-то интересы, приходили поиграть. Для себя я обнаружил много интересных книг, о существовании которых я даже не подозревал. Например, что книга об астрологии, казалось бы, может быть написана таким действительно интересным языком. Новшеством ярмарки книг 2015 стало разнообразие развлечений. Творческим брещенам был предложен мастер-класс по созданию предметов декора из папье-маше от Аллы Сушко. Немного теории и самая интересная практика. Своими руками гости мероприятия пытались смастерить вазы и горшочки для цветов. Увлекательное занятие в буквальном смысле поглотило участников мастер-класса. Любители интеллектуальных развлечений проявили смекалку в настольных играх от клуба «Вялый гепард». Можем предложить какие-то игры на логику, игры на стратегию, игры на тактику. То есть игр достаточно огромное количество. Есть игра за бортом, игра, например, «Коуп» или «Переворот» на русском. Если тактические, стратегические игры, это игра престолов, скажем так, у всех на слуху. Интересной идеей, пришедшейся по вкусу гостям мероприятия, стал букросинг «Свидание вслепую». Эксперимент с популярным сегодня европейским движением пришелся как нельзя кстати в рамках книжного фримаркета. Когда человек заворачивает в непрозрачную бумагу книгу и подписывает, о чем эта книга и что такое цепляет в этой книге. А другой человек должен, не разворачивая книгу, выбрать себе. Интерес к фримаркету как полезному времяпрепровождению среди брещан весьма ощутим. А это дает все предпосылки к проведению таких мероприятий на регулярной основе.